Детская психотравма Она оказывает негативное влияние на всю жизнь человека с травмой Если ребенок травмирован, он всю жизнь ищет подтверждение своей важности, нужности И он, совершая такие бессознательные поступки, потом мучается, переживает и постоянно ждет Либо он ждет, если его предали, он ждет постоянного предательства Если его обманули или он был просто ненужным, он всегда ищет востребованность Вот этот человек взрослый Человек становится ранимым, нервным и уязвимым И здесь очень важно проговаривать переживания, слух ребенку А почему? Потому что когда ребенок ходит с этими переживаниями и ищет Бывают такие люди уже во взрослом возрасте, они ищут, чтобы их похвалили, их признали Им дали одобрение или наоборот им дали пинка, им как бы вот это необходимо для чего-то Тогда он будет чувствовать себя нужным Это те дети, которых когда игнорировали родители и говорили Я с тобой больше разговаривать не буду, на этом все Ты мне никто Человек такой, я никто И он тогда будет искать, что я кто-то, кому-то я нужен Примите меня таким В жизни каждого человека могут случиться такие события, которые не подвластны ему Вот он, внезапные какие-нибудь смерчи, аварии Вот ребенок, который, кстати, попал в какие-то аварии, даже на машине Они потом не садятся долго на машину, на автомобиль Есть такие случаи, я не сяду, хоть с папой, хоть с мамой, я не сяду в автомобиль Но надо же все равно ездить, либо на трамвае, либо на автобусе Все равно надо это делать, садиться и проезжать И говорить, ну безопасно, сейчас ведь хорошо Сейчас ты ведешь себя по-другому К примеру, ты можешь держаться за руль, пристегнуться Ты в безопасности Сейчас все хорошо, чтобы ребенок подтвердил тот момент Что если он второй раз сядет, то не будет аварии К примеру Внезапные переживания приводят к истощению нервной системы И проявлению к многочисленным страхам и сомнений В этот момент, когда вот у него такое случается Нужно слушать человека и проявлять эмпатию Необходима, конечно, глубокая специализированная терапия А психотерапевт должен работать, если уже затяжная психотравма И отражается на психосоматике, и ребенок болеет Или ты уже взрослый, тоже болеешь и чувствуешь и понимаешь Что заходя в школу, у тебя начинает болеть живот Болеть голова Это уже психосоматика пошла Потому что ты не разрешил какую-то проблему А психотравма для тебя какая-то была сложная И у тебя начинается такой процесс тревоги Который не дает твоему телу вообще двигаться А может даже просто пропасть голос Если, например, ты так сильно перегружен И сильно молчишь, и не говоришь Он у тебя раз, так как ты замкнул, все закрыл И все И те, кто не может самостоятельно справиться В целом, он обязан, конечно, идти к специалисту Такому, которому он доверяет Мы должны научить человека, ребенка Справляться со своими эмоциями и мыслями Самостоятельно, чтобы он искал в жизни Максимум положительных моментов Уделял внимание даже правильному питанию Потому что во время психотравмы Ребенок может либо заедать Либо, наоборот, перестать кушать Вот не хочу и все А надо покушать? Нет, я не хочу Не лезет, потому что там такой процесс переживания идет И он вспомнил опять об этой психотравме Она у него такая затяжная И он перестает кушать Просто Или наоборот, все, подряд Метет, метет Родные и близкие могут проявить помощь И окружить ребенка любовью Дать ему высказаться Но нельзя отрицать, говорить Ой, да это такая мелочь Ой, да обесценивать то, что происходит с ребенком Не обесценивать и не давать ему возможности уходить в негатив А наоборот искать какие-то позитивные моменты Находить в любой ситуации ресурсы у ребенка Если вы будете беседовать с тем У кого такая глубокая психотравма Вам хочется самому ему дать помощи Не вести к специалистам Потому что пока он дойдет до специалиста Пока он сам созреет Хотя очень важно, что сам пациент В случае там, если он идет к психотерапевту пациент У психологов клиент Чтобы он сам созрел и сказал Мне это мешает жить Я с этим больше не могу Я хочу избавиться от этой боли Я понимаю, что когда-то меня унизили, оскорбили, предали И сейчас я не доверяю людям Или я сейчас нахожусь в суматохе Что готов всех разорвать или сагрессировать Мне нужна помощь Если человек сам этого не осознает Вы ничего с ним не сделаете Ничего и никто, и никогда Он может купаться в этом Ему может нравиться себя жалеть Наслаждаться этой болью И как бы уходить в нее То есть важно отнестись спокойно К любому решению вашего ребенка И даже к смене поведения Если вот у него поведение не такое, которое вам нужно А другое Вы спокойно Где-то даже хладнокровно С любовью, с эмпатией Хорошо, я тебя вижу А услышать я тебя услышу Если ты мне расскажешь Когда на вас накричали, обидели Это не обязательно станет травмой Потому что вот для некоторых людей Это может быть просто стресс А человек приспособлен по своей природе По своей натуре Мы вообще приспособлены к стрессам Это нормально Если бы у нас не было стресса в каждый день Мы бы вообще не могли бы жить Потому что стресс дает нам возможность двигаться Даже вот встать с постели Вдруг с утра пораньше Ты хочешь спать И будильник поразвенел Не вовремя Это тоже для тебя какой-то стресс Хочется поспать, понежиться Но тебе же надо встать и что-то сделать А при травме у человека нет Осознанного выбора Как реагировать Он тоже не понимает Потому что отсутствует сила Отсутствует энергия Вот как вот проявляется еще психотравма Мы ее видим Каким образом у человека отсутствует Сила, энергия И происходит такое оцепенение Он такой вот Немножко во фрустрации Не понимает, что делать У него систематически повторяются Одни и те же ситуации Одни и те же ситуации Он постоянно встает на одни и те же грабли И внутри проявляется чувство согласия Чувство согласия, что со мной так можно Это он когда уже встает в позицию жертвы Речь может быть подавленная Человек не находит слов Теряется, волнуется Уходит в себя И как будто, знаете, вот психика Часть психики ваш Внутри живет сама по себе Она клинит И ребенок У него спрашивают, что с тобой происходит А он может сказать Я не понимаю Я не знаю И для описания того Что чувствовал ребенок во время Травмирующих событий Он не может ее описать Он ее может только прорисовать Поэтому важно Взять Ребенку карандаш Фломастеры Но лучше карандашами Листочек И нарисовать И тогда вы все увидите Что там Нарисовать он всегда сможет А психологическая травма Это такой стрессовый опыт С которым психика Не смогла справиться Она Не смогла Защитить Того маленького ребенка С которым Произошла Какая-то Неприятная ситуация И вот та часть психики Носит в себе Вот этот вот Негативный опыт И влияет на наше поведение Помимо нас Вот как будто Она идет Рядом Да И часть этой ситуации Остается внутри нас Часть ситуации Которую мы не проработали Где мы с вами Не смогли отреагировать Адекватно Где мы не смогли Попросить помощи Нас Потому что Этому не научили Да Ребенка не научили Просить помощи Или говорить Что ему надо И он С этим Идет дальше Ресурсы и опыт Ресурсы Это когда мы вспоминаем О том Вас если наказывает папа А мама защищала Или наоборот Да То есть вы знаете Что здесь вот У меня есть тыл И некоторые сейчас Родители говорят Если я его Наказываю То и папа должен Что мы должны В одно Вот прямо В одну дудку Плясать Иногда нет Иногда надо Кому-то поддержать Ребенка И сказать ему Что не переживай И это пройдет И я с тобой Потому что Вспоминая Переживая Все эти Психотравмы И боли Через которые Вот я прошла Да Я начала понимать Что Многие психотравмы Я просто не отработала И их вообще Никогда не отработаешь С ними Либо жить Уже И быть таким Человеком Где-то Застенчивым Неуверенным Нерешительным С чувством Глубоким Таким Вины ходить Либо Наоборот Таким наглым Не зря же говорят Нагло Сторое счастье И он так идет Наглый Делает Все смотрят На него Удивляются Ах какой он наглый Да нет У него просто Психотравма И боль Детская И он понимает Что если он сейчас Так не поступит То он не получит Того ожидаемого Результата Который он хочет И он уже Опыт этот получил Он когда-то так сделал И он вышел из этого И все Опыт закрепился У ребенка Единственное Страшно Когда Психотравма Приводит человека К одним и тем же Вот когда мы стоим На одни и те же грабли Мы постоянно совершаем Потом каемся Потом переживаем И ничего сделать не можем Девочка одна В детстве ее наказали Что там случилось Что-то с братиком Младшим И она всю жизнь Ходила и думала Что это она виновата Я виновата в том Что такое случилось И она всех маленьких Всегда защищала И делала все возможное Чтобы им никто Нигде не причинил Какой-то вред Да Такая гиперопека Сильная Над маленькими Не понимая того Что вот она Это делает Из-за чувства Вины Такого Глубокого Поэтому безопасность дома Если его на улице Обидели ребенка Да Он пришел домой Выдохнул И релаксировался Да Тогда у ребенка Никогда не будет Психотравмы Если его На улице обижают Но он приходит домой И там Его комнаты Его стены Его кровать Его родные А если он приходит домой И ему еще дома Говорят Так ты сам виноват Что тебя обидели То есть Ты не просто жертва Ты еще и виновник Да И тогда Вот это чувство вины Чувство несправедливости Оно тоже приводит К такому Шокирующему Что у меня и дома Небезопасно Мне и дома страшно Меня и дома Не принимают И не слышат И если Родители утешили Да Вот он пришел домой Утешили И вмешались Вот в то Что там произошло Защитили его Или даже Вовремя Сами извинились Что вот так произошло Где-то как-то Да То наличие психотравмы Будет сведено К нулю Психотравма Это когда Ребенок Не может справиться С теми чувствами Которые На него Напали Да Вот таким образом После стрессовой Глубокой ситуации Где Стресс был Затяжной Или Незаконченный Или ему не дали Ключик И помощь Как выйти Из этой ситуации И она Может привести К тому Что Ребенок Будет Либо болеть Либо жить Всю жизнь Потом с чувством Вины Или с агрессией Или замкнутой А родители Которые Не видят Что у ребенка Психотравма Да Они еще могут Добавлять Масла в огонь И говорить ему Что все не так И все так плохо Не слыша его Либо наоборот И иногда бывает Что думают Что психотравма Сейчас Такие Пошли Кстати Родители Которые Наоборот Переживают Такие Нервозные Что Вот Если ему Шарфик Вот так Вот завязал Не так Как он хотел Может быть Это у него Психотравма Может ему Будет плохо А может Еще что-нибудь То есть Перебарщивают Да С гиперопекой Трясутся Над ребенком Тоже такое Надо вспоминать Что значит У тебя есть Психотравма Если ты Делаешь Таким образом Чтобы не допустить Психотравму У ребенка Надо С ним Общаться Слышать Его потребности Быть с ним И Понимать Что Он Это не ты У него Свои личные Желания Свои личные Потребности И Свой личный Характер И темперамент Не давить Не требовать Если надо Спросить Но при этом Не разрешать Ему Делать Все Что хочет Только он Потому что Есть слово Надо Есть слово Нельзя И об этом Тоже ребенок Должен знать Потому что Если ему Не ставить Границы Это тоже Своего рода Какая-то Психотравма Когда есть Вседозволенность Потому что Я не знаю Где можно Где нельзя А если я вдруг Это совершил Я потом буду Каяться И быть в чувстве Вины Потому что Потом я получил За это Очень сильно Музыка 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 Музыка